Мы продолжаем. Мы сейчас ждем Мухаммада за углом. Сейчас мы его напугаем и зададим 32 вопроса. Стой, куда идешь? Салам алейкум. Как дела? Нормально. Ты готов к нашим вопросам? В принципе, да. Так, давай, начинаем. Ты умный или добрый? Скорее добрый, но и не тупой. Хорошо. Так, ты дизайнер. Это хобби или профессия? Для меня это и то, и другое. Сколько, на твой взгляд, должен зарабатывать мужчина в месяц? Только, сколько бы не заставляли думать о деньгах. Ты смущаешься, когда подчеркиваю твои недостатки? Нет, скорее делаю выводы. Самая высокая цель твоей жизни? Такого прям цели нет, но хотелось бы что-то свое открыть, связанное с дизайном. Круто. Хорошо. Ты больше гневаешься на людей или на свои недостатки? На свои недостатки и на саму ситуацию бывает. Так, теперь следующий вопрос. Книга, от которой ты не смог оторваться? Такой книги нет. Я очень часто отвлекаюсь на всякие сторонние раздражители, если такие есть. Это точно. Наверняка у тебя была такая учительница, которую ты запомнил среди всех. За что и как ее звали? Все были хорошие. Всех запомнила. И кого-то по имену называть даже, я не знаю. Ну, начальную классу учительницу как звали? Раиса. Она была очень хорошей учительницей. И она очень благополучно повлияла на мое становление как человека. За что ей спасибо большое. Проговори какую-нибудь скороговорку наизусть. Есть у меня любимая скороговорка. От опыта копыт пыль по пыль летит. А если быстрее? От опыта копыт пыль по пыль летит. Что значит уйти красиво? Уйти красиво, закрыв ключ. Дверь на ключ. Спрятав там кого-нибудь, да? Да. Если не дизайнером, то кем бы ты был? Скорее маркетологом, поэтом или же каким-то хирургом. Как отец поэтом? Да. Ты сова или жаворонок? Однозначно сова, потому что я поздно очень ложусь. И я люблю ночью работать чаще всего. Ты болел короной? Да, пришлось пережить. Как ты реагируешь на капризных клиентов? Чаще всего я понимаю их капризность и пытаюсь им объяснить все. Ну, бывает, иногда выгоняю с порога. Тебе подарили яхту. Как ты ее назовешь? Я поскорее продам, чтобы не пришлось думать над названием. У тебя много друзей. А лучших сколько? Друзей много. Если их всех собрать, мне кажется, можно штурмом взять какой-нибудь городок. Наверное, настоящих друзей где-то 5-6 человек. Встречаясь с друзьями, какую тему обсуждается больше всего? Вообще обо всем говорим, но чаще всего про дизайн и про поведенческий анализ человека. Два типа людей, которые тебе нравятся? Бунтари и красноречивые люди. Что ты устранил бы в первую очередь, будь ты президентом? Свое президентство. Ушел бы в отставку? Да, недостоин быть. Из тебя Гитлер никакой. С какой исторической личностью ты себя сравниваешь? Ну, наверное, по самой иронии с Львом Николаевичем Толстым, а по остальным сложно сказать. Наверное, с Гитлером. Хорошо. Представь, что тебе 60 лет. Скажи первое, что пришло тебе в голову. Где моя пенсия? Расскажи о самом незабываемом путешествии. 19-й год, ноябрь. Это путешествие в Стамбул с друзьями, где я пережил и испытал массу положительных эмоций и все такое. Закончи фразу «лучше 100 рублей в кармане чем?» Чем 99 рублей мелочи на руках. Хорошо. Если у тебя будет дополнительный час в сутках, на что бы ты его потратил? На раздумье, в одиночестве, где-нибудь подальше от людей. Представь, тебе дан выбор. Еще одна жизнь или 5 миллионов долларов. Что ты выбрал? 5 миллионов. Потому что вторая жизнь, она уже ни к чему. И это уже немного надоело. Что тебя вдохновляет? Вообще человеческий идиотизм, умные люди и какие-то интересные места. Что бы ты выбрал, богатство или известность? Однозначно богатство, потому что известность еще надо монетизировать. Если бы была возможность выбрать суперсилу, в чем бы она заключалась? В чтении мыслях. Назови одну вещь, которая заставляет тебя улыбаться. Это улыбки на друзей, родственников, близких мне людей. Какой момент из детства тебе заполнился больше всего? Где я шутил над своими родными, близкими, братьями, когда они спят. То есть я всячески издевался. Как можно издеваться над спящими людьми? Ну, они по достоинству оценивали. Ты боялся, что ли? Нет. Представь, что ты на сцене и на тебя сейчас смотрят очень много людей. Что бы ты им сказал? Как я тут оказался, я вроде покупал билет на первый ряд. Два слова, с которыми у тебя ассоциируется проект Умрахач. Добро и яркие эмоции. Хотя получилось. Понравишь, очень. Так, теперь задание. Возьми телефон и позвони своему руководителю и попроси премию. Так, сейчас посмотрим. Ты любишь премию? Я ее не видел. Я ее не видел, да. Так, посмотрим. Громкую связь? Кстати, я его не предупреждал. Наверное, знал, что я буду звонить. Не, он так не поднимет. Спасибо большое, Мухаммад. С тобой было очень интересно побеседовать. Всего тебе хорошего и наилучшего.